Вы играли за Северстальну в качестве тренера в Череповце, если не ошибаюсь, в первый раз. Были какие-то особые ощущения? Я давно здесь не был, конечно, приехал и немножко такая ностальгия. Гулял по городу, вспомнил эти хорошие времена, когда здесь играл. Тем более мы здесь выиграли впервые бронзу и это очень приятные моменты были для болельщиков, для города. Поэтому, конечно, рад был сюда вернуться, но уже в качестве тренера. Ваша команда очень быстро пропустила две шайбы, взяли паузу, тайм-аут. Что вы сказали своим ребятам? Во-первых, плохо начали, очень слабо и в обороне, и получили два гола. Просто сказал, ребят, надо собраться и играть совсем по-другому, так как мы спланировали. Ну и потом быстро забили нужный гол, я считаю, первый гол как бы переломный был. Но без ошибок не было в первом периоде, потом опять пропустили. Ну а второй период уже начали практически опять с нуля. То есть 3-3 это как бы с нуля начинало. В целом, со стороны казалось, что проблемы в обороне существуют, собственно, и у Алмаза, и у юности. С чем это связано было, с вашей стороны? Ну, во-первых, мы играли через день. Я думаю, что и в Ярославле там усталость накопилась. Поэтому сегодня, может, где-то свежесть и чуть-чуть нам и не хватало. Ну, я говорю еще раз, что молодцы ребята, что вот переломили, как говорится, игру, зацепили за счет и победили. За счет чего можно сохранить, ну, получить победу тоже завтра? Я думаю, все зависит от того, как ребята восстановятся. Потому что получается, как бы, у нас пятый день, четвертая игра, то есть, ну, тяжеловато. Тяжеловато, а у нас, как говорится, скамейка не длинная. То есть, практически одни и те же играют. И где-то мы стараемся даже и в три звена играть. Потому что четвертая у нас слабоватая звена, можно так сказать. Плюс еще у нас два защитника травмированных, которые, ну, в принципе, из основного состава. И вот ложится, говорится, нагрузка на других ребят. Поэтому я считаю, что если свежести хватит нам завтра, то, может, мы, конечно, победим. Спасибо.